Субтитры сделал DimaTorzok У меня опять нет парашютов Куда я их, блядь, девают? Куда деваются парашюты? Я их только что покупал недавно, ни разу не пользовался, не знаю Вот из этого очка мы в прошлый раз вылезли И нам надо идти Нам надо идти вот туда Глашатого мы этого подкупили уже Нас он не интересует Нам надо, нам надо, куда нам надо? Нам надо Да вот сюда нам надо, наверное Или подожди-ка, тут же есть еще одно задание Книги Книги, книги, книги А здесь у нас все такое А здесь воспоминания Софии Давайте, может быть, сходим тогда на задание книги Мне оно почему-то Не знаю Мне больше интересует оно Хотя я понятия не имею, что Что это будет за задание Собственно говоря, так же, как и задание Софии Ладно, сейчас мы с вами все это и выясним Сколько денег у нас? Три сто Блядь, ничего себе Какого хера? Я вас даже не тронул Так, опа Ой, а вы меня заметили? Ах, вы твари Ах, вы суки Сейчас хорошо Тогда сюда залезаем Пойдем поверху Кстати, я что заметил Вот тут В этой части Опять же Мое наблюдение Небольшое И во второй Не было В таком количестве Как в первой Вот эти вот на крышах стояли Убежища Здесь их нету практически Ну, очень мало Есть и есть О, есть Отлично Что там такое? Еще глашатый что ли? Нет, там охранник просто Блядь, они отстанут от меня или нет сегодня? Может быть, хватит уже меня преследовать? Да я вам что-то вот Кругля какого выдал Все Отъебались По всей видимости Хватит подлагивать Игра, блин Что-то в последнее время Она начинает подлагивать Она начинает мозги Подъебывать Я не знаю, с чем это связано На самом деле Может быть, сама игра так Хреновенько оптимизирована Но меня интересует больше Знаете, куда, сука, делись парашюты? Я, по-моему, 500 рублей потратил На эти гребаные парашюты Я так ими ни разу и не воспользовался Почему? Ну, и я, кстати, эту второй раз уже замечаю Здесь банк? А где? У нас там деньги есть? Деньги Есть? Забрай Блядь, денег-то нет ни хера Эх ты Было бы неплохо Завестись некой суммой В размере тысяч так 20 Сей валя отсюда, блядь Цыганки тут Мозги ебут Глашатый Вот еще один глашатый, кстати Надо его тоже подкупить будет Как раз мы идем А мы здесь залезем По ковру О, блядь Ты за... Нет, ты за что-то другой там зацепился Да куда ты, блядь, полез? Вот сюда иди Сено есть? Не верьте лживым дурам Сено нет Все ноги переломал К херам просто На тебе 100 рублей Заткнись Хлебала Гнусная Минус соточка Задание нас ждет Книжное 60 метров уже осталось до него Книжное задание Тут что-то все задания по книгам Все задания по книгам практически Вот, ну-ка иди-ка сюда Дядя У тебя же парашюты-то, правильно? Я что-то там кинул Сумки Сумки У меня сумок Средняя сумка Тяжелые ножны Этот предмет принадлежит нам Хорошо Краска одежды Парашюты Вот давайте сейчас я еще куплю 10 парашютов Ничего себе Это на какую сумму-то? Не подъемные Две тысячи Во! Запоминаем Какая цель получается? С 17-й что ли? В 17-й серии Я покупаю На две тысячи местных рублей 10 парашютов Принять Получи новый предмет Вот Еще один довольный клиент До свидания Еще один довольный клиент Ясен Хер До свидания Так, ну-ка, давай-ка иди сюда Где книги-то? Или оно наверху где-то Книжное задание-то? Судя по всему наверху Ну, погнали Разве нет правил Приличия Запрещающих Как в предыдущей серии В предпредыдущей серии Точнее, даже так Правильнее будет сказать Ну-ка, и что тут за задание? Символы пола Галатта Найдите символы пола И выясните Местонахождение книги Сейчас мы выясним Надо сверхзрение применить Правильно? Я как помню Тут Блин Че я так С первого раза угадал Что-то Ну ладно-ка Так, сено Сено есть Это хорошо Мышку я не взял другую Это плохо Мышку взял Нужную Это хорошо Снова Вот так у нас сегодня Хорошее и плохое Меняется местами Где нам надо? Нам надо вот туда, наверное Как-нибудь по домам Пойдем Книжка-то на крыше Опять, скорее всего Какие-нибудь нас Подземелья ждут Как я предполагаю А может быть и не ждут Хоп Отлично Не, крючок вот помогает Крючок помогает Достаточно частенько Нас выручает Спрятанная книга А, удерживать шифт надо То есть под каким-то Камушком спрятали По всей видимости Сто процентов Четыреста Символ пола Символа пола Галата Сто процентов Запомните Десять парашют Ха-ха-ха Десять парашютов У нас есть Не, ну Книжку мы взяли Можно теперь, наверное Куда-нибудь отправляться На следующее задание Тридцать девять метров На самом деле До него осталось Совсем ничего Ну, блядь Вы что там ждали, что ли Смотрели на меня Снизу вверх Пока я спущусь Пиздец Ладно Давайте идем сюда Вот Не понял Я думал Сейчас сразу начнется Какое-то повествование Нет, тут еще Добежать куда-то надо До Софии, как я понимаю Наверное, она здесь Обитает Пока что Мне определенно не нравится Что игруха Пролагивает В некоторых местах София А, не, не София Тут у нас будет Письмо, наверное Будем писать Сестре Ты держал в руках огонь, старик Его нужно было уничтожить Уничтожить Единственное Что может положить конец Крестовым походам Никогда Простите, наставник Но яблоко Развратило вас Вы бы с его помощью Испортили нас всех Чтобы жили мы Вы должны умереть Массиаф 1191 Альтаиру 26 Этот колдун Мертв? Он не был колдуном Обычный человек Это и мастер иллюзий Ты подготовил костер? Да, но Альтаир Многие из наших Они не смирятся с этим Я сам избежал Ничего себе Это мы сейчас будем Альмуалима Сжигать, как я понимаю Путь наставника Альтаир убил Своего наставника Альмуалима За то, что тот Предал ассасинов Убедитесь Что Альмуалим Действительно мертв Ассасины Понимают Что он За что он был убит Не потеряйте Более трех точек Синхронизации Отнесите тело Альмуалима Да Вполне Я отправил Малика в Иерусалим С вестью о смерти Альмуалима Ты сможешь Отправиться Вакру с тем же Конечно Ничего не понимаю Надо отнести тело На погребальный костер Альтаир Погоди Что там Альтаир Ибн Ла Ахат Если был человек Навсегда Изменивший Лицо Современных Ассасинов То это был Альтаир Ибн Ла Ахат Он родился В святой земле В 1165 году Своих родителей Он почти не знал И свою судьбу В ордене Он тоже не выбирал Но тем не менее Будучи еще подростком Он показал себя Прилежным учеником И способным бойцом А мы это вроде бы читали Насколько я помню А может не считали В 1189 году Во время третьего Крестового похода Альтаир буквально поразил Своего наставника Альму Алима Практически в одиночку Справившись с отрядом Крестоносцев Атаковавших Мессиаф С того дня Имя Альтаира Стало известно Всем ассасинам В течение следующих Двух лет Его репутация Упрямого из нос Смертельно опасного бойца Затмила все мелкие Подробности Его таинственной жизни Не, вроде не читали Любили его немногие Но восхищались все А вот это вот помню Его уникальные способности Были причиной Его глоукружительных успехов И властолюбивой надменности Но это еще не все С юных лет Альтаир демонстрировал Признаки Наличия у него Некого шестого чувства Позволявшее Заранее знать О намерениях Его союзников И противников И ощущать их эмоции Ну слушайте Это мы читали За орлиное зрение Да, это мы читали А в первый раз считали Точно Когда мы В Массиаф Шли Блядь Смотрите сколько Второй Таир Охренеть А я могу быстро идти? Нет, не могу Как до этого дошло Как до этого дошло Предал нас Предал нас Товарищ Товарищ Альмуалим А где интересно Там внизу В городе Погребальный костер Наверняка Что здесь произошло? Наставник Обманул нас всех Его совратили Тамплиеры Где доказательства? Иди со мной Абас И я объясню А если ты Не убедишь меня? Я постараюсь Тебя убедить Помнишь артефакт Что мы нашли У Робера де Сабле В храме Соломона? Артефакт За которым Послали тебя А принесли другие? Да Это яблоко Эдема Орудие Тамплиеров Оно создает иллюзии И управляет разумом Опасное оружие По твоему Альмуалим Попал под его власть? Секунду А вот за Абаса Точно не читали Абаса Софиан Абаса Софиан Родился в 1166 году И детство у него было мрачным В 1176 году Его отца схватили И пытали сарацины Абас полагая Что отец его бросил Погрузился в глубокую депрессию Облегчить которую Смогли только его друзья И наставник Альмуалим Все изменилось Через несколько лет Когда его лучший друг И наперстник Альтаир Сообщил нечто Что Абас посчитал Гнуснейшей ложью Будто бы его отец Под пыткой Предал орден ассасинов И спасаясь от позора Свершил самоубийство Разъяренный Абас Отказался верить В эту тяжелую правду Которую Альмуалим Отказался Подтвердить Или опровергнуть С этого момента Абас считал Альтаира Лжецом и предателем А также Человеком Слишком И неискренним И опрометчивым Чтобы следовать Строгим догматам Креда Абас стал Умелым И уважаемым Ассасином Но в глубине души Все еще Не до конца Восстановился Лишенный чувства Юмора Полный Практически Фетишистской Преданности Братству Он питал Отвращение Как к прочности Альмуалима И нарушением Креда Так и к Несвязной трактовке Всего этого Альтаиром Он все равно Многие годы Оставался верным Слугой Ордена Скрывая свое Презрение К бывшему другу Молчать Однако Было все труднее Альтаир Со временем Стал мастером А потом и наставником А Абаса Переполняла Ненависть Которую он Едва смог Сдерживать Мог И взрыв Был всего лишь Делом времени Да Сегодня он Использовал яблоко Чтобы подчинить Массиаф Ты сам видел Я не знаю Что я видел Слушай Абас Пока яблоко В безопасном месте Когда я закончу Здесь Я все тебе покажу Не верит Это костер Погучу Как-то мелковат Костер Мне кажется Альтаир Нет Я должен знать Что он не вернется Но мы так не делаем Жечь тела людей Запрещено Отступник Послушайте меня Это тело Может быть Фантомом Аль-Муалима Я должен быть уверен Ложь Ты всегда Презирал Наше кредо Ты подстраивал Наши законы Под свои прихоти Плюя на всех остальных И унижая их Связать его Ты что Не слышал Аль-Муалима колдован Ах ты сука Какая Не покидайте Эту зону Разрушите ассасину Что предпроводить Междуусобную войну Никого не убивайте Так Сражаясь кулаками А Кулаками Ах сука такая Блять Ассасину Это трудно будет Между прочим Давай 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 Сейчас вот так Замордуем просто Вы можете Во время атаки Удерживайте Нажмите Блять Не убью Банара Я всех поубивал К херам Голыми кулаками Надо признать Просто так Не покидайте Эту зону Сейчас Сейчас Секунду Так Удерживайте Во время атаки Противника Удерживайте Так А как мне его Разоружить Блять Дай-ка я тебя схвачу Дай-ка я тебя схвачу Эй Сука такая Во Во Отпусти Да Я же его убил Правильно Или нет Стой 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 Да хватит А Во Смотри Есть Так 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 Тихо 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 Дай к нему Мечу Шайтан 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 Блять Дай мне вот эту Козлину Так А Надо 7 человек Надо 7 человек Разоружить Ой Пропустил Пропустил удар Все Разоружил Хватит Да у него У этого Вальтаира Броня какая-то Прям Нереальная Твою мать Так Еще один готов 5 Блять Они прям Вдвоем Ебошат Отлично Надо Момент Прям Выбирать Нужный Ой 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 Оп Поймал Ручонку Что я говорил Альтаир Аббас Стой Как еще По твоему Они восприняли бы Смерть Любимого Наставника Ты меньше Всех Любил Альму Алима Обвинял Его во всех Грехах Даже в самоубийстве Отца Мой отец Был героем Сейчас Не время Вспоминать Былые Обиды Надо решать Что делать С этим оружием Что бы ни делал Этот артефакт Ты Недостоин Носить его Ты тоже Ох Как же Оно Прекрасно Достаньте яблоко Чтобы спасти Аббас Эх и дурак Эх и дурила Так Яблоко Эдем Чтобы избежать Падения При карабкании Рассчитывайте Движение Чтобы после Не попад Так Альму Алиму читали Альму Алиму читали же правильно Погоди Или не читали Альму Алиму Об этом человеке До 1176 года Неизвестно Решительно ничего Это был год Открытой Конфронтации Конфронтации Ассасинов И сарацинского Полководца Саладина Смею предположить Что Альму Алиму В то время Было под 50 Но точно сказать Трудно Некоторые Сидеют рано Понимаете Так или иначе Альму Алим был Совершенным Ассасином И спокойным Но требовательным Лидером Его приход Ознаменовал Золотой век Для ордена Ассасинов Он обращался К ученикам С учениками Как со своими Детьми Терпеливо Искренне Понимающе У него было Много почитателей Как среди друзей Так и среди врагов И многие ученики Смотрели на него Как на отца Даже великий Альтаир Ибн Ла Ахат Таким образом Альму Алим Вполне мог Претендовать На статус Легенды Однако Где-то В 1191 году Он открыл миру Свою темную сторону Заполучив Яблоко Эдема И уподобившись Тамплиером Через несколько Месяцев После обретения Яблока Он нарушил Кредо И начал Проповедовать Что мир и порядок Достижимы Только посредством Принуждения И манипуляций Цинично Но привлекательно В этом-то и беда Что со всеми Этими темплиерами Вот что я думаю Вот Так Минутку В этом-то и беда Со всеми Этими темплиерами Вот что я думаю Их философия Так простая Так соблазнительна Простые решения Сложных проблем Сделай А, Б и В И все проблемы Исчезнут Вот чем было Яблоко Для Альму Алима Простым решением Всего хаоса Который Он видел В этом мире Короче А волна Идет Вот эта вот Опа Нам нельзя висеть На чем-то Нам нельзя висеть Куда ты блять Дурила Блять Альтаир Ты что делаешь Ты вот туда Во Во Смотри-ка Нет Не сдох Хе-хе-хе А надо сюда Наверное Так Как-то нам надо Стоять 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 Давай Альтаир Куда ты блять Скитер А куда идти В натуре Тут повыше Что ли залезть Еще выше А да О господи Я не успею 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 Есть успех Спокуха Этот придурок Почти сдох Что это Они мертвы Прости меня Я Не знал Ты откроешь Свои тайны Или приведешь Нас всех К гибели Не потеряю Не потеряю Как Что за Три точки Синхронизации Что это такое Блять Не понял Непонятно Вот это было Альтаир В 26 лет Нас кстати В пятой последовательности Возможно Будут какие-то Новые доспехи Новое оружие Надо будет забежать К кузнецу Принц Достижение Я познакомился С атаманским Принцем Сулейманом Он очень умный Юноша Что в таком Возрасте Редкость По его Предложению Я займусь Расследованием Деятельности Янычаров Которые Вероятно Помогают Тамплиерам Если мне Повезет Они выведут Меня на Главных Заговорщиков А тем Временем Венецианка София Сартер Продолжает Помогать Мне в поисках Ключей Массиафа Она Очень приятная Дама Интересная И Увлеченная Своим Делом Но пока Что я Не решился Рассказать И о своих Истинных Намерениях Тех Кто не Участвует В этой Борьбе По велению Сердца Негоже Впутывать В нашу Войну Последовательность 5 Наследник Империи В книжных Лавках Новые Предметы В мастерских Так Во-во Мне интересно Что в мастерских В портных Доступны Новые Предметы А где Мне тут Кстати Сокровище Где-то Лежит Это что Такое Кто ты Задание Прямо Здесь Ничего себе Погодите Я сундук Хочу Взять Ой Блядь Мадам Простите Пожалуйста Хам Хамло Хамло 444 Блях Денег Вот только Нету А что Это за задание Давайте возьмем Сразу А что нет Там Может по пути Где попадется Нам Кузнец Взгляни На этот Прекрасный Ковер Блаженство Для ног И твоей Жене Понравится У меня Нет жены Еще лучше Пройдись Не стесняйся У тебя Удачный День Да я Ничего Не продал Янычары Отобрали у меня Почти все товары За то Что они Привозные А ты знаешь Их капитана Тарика Барлетти Да Он где-то Здесь Ходит Надменный Тип Но Это Несерьезно Я не отдам Это дешевле Чем за 200 Акче Больше Не уступлю При встрече Я спрошу Его Про ковры Ты Хорошо Торгуешься Я Банче Сойдемся На 180 180 И Разойдемся Значит Валюта Местная Называется Акче Янычара Этсу и Сулейман Подозревают Что Тарик Тарик Барлетти Капитан Янычаров Связан с Тамплиерами Устройте За ним Слежку Чтобы узнать Больше Да Точно Тарик Его зовут Вроде Мы же С ним Уже Встречались Как-то Раз Отвлеките Двух Стражников При помощи Бомб Сундук Я вообще-то Вот сундук Пошел искать Так-то Но нашел Задание Разобрать Бомбу При взятии Бомба Приманка Ваши текущие Бомбы Типа Диверсиная Бомба Будут Разобраны Разобрать Бомбу А зачем Ее разбирать Я что-то Не понял Разобрать Бомбу Это какая-то Новая фишка Что-ли Что это такое Хуй Ее знает Так Ладно Пойдемте Сюда Где-то Он здесь Ну Наверное А он Кузнец Кстати Ну-ка Иди-ка сюда Это будет Нет Кузнец Где-то здесь Цыганву Мы нанимать Не будем Подождите Секунду Где кузнец Вот кузнец Вон иначе Рынер стоят Могу покупать Бля Денег-то Нет у меня Нихера Ремонт Во-первых Ремонт Сейчас зачиним Все Чинить все Ремонт Не нужен Уже Доспехи Новые доспехи Наручи Мамлюка 3400 На голеннике Мамлюка Как-то Блядь Выглядит Не очень Здоровье Плюс один Броня Плюс один А у меня Сколько Один Два Ну Этот Сколько Стоит 3400 И 3700 Понятно Турцкая Джамбия Стилет У нас есть Арабский Кинжал Мясницкий Нож Вот Мясницкий Нож Опять же Самый Космический Нож Македонский Кинжал Сколько Стоит 5000 Рублей Ак 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 Называется Валюта Арбалет Не нужен Боеприпасы Тоже Пизду А погоди Боеприпасы Метательные Ножи Сколько Нож Стоит 74 Ну Мы можем Позволить Один Ножичек Один Ножичек Можем Позволить Хорошо Сверх Зрение Где А вот Иван Я Малю Аллаха Чтобы Селим Скоро Вернулся В город В добром Здравии Переезд Сильный Облегчит Нам жизнь Вот Сейчас Мы Сейчас Мы будем Незаметными Не Я вообще Невидимка Просто Человек Невидимка Мое Второе Имя Хорошо А Я могу И так Идти Хорош Вот Сейчас Пойдем Прям За ним Я Даже Кнопки Никакие Не Нажимаю Они Сами Меня Ведут И Самое Интересное Мы Идем С Одинаковой Скоростью Что Его Проследить Погоди Ка Мне Нужна Бомба Это Что Такое У нас Дымовая Бомба Обманка Дымовая Завеса Осколочная Бомба Нам Не Нужна А Это Что Такое Дымовая Бомба Обманка Дымовая Завеса А Бомба Это Самая Как Ее Которая Отвлечь Наверное Вот Эту Дымовая Бомба Обманка Правильно Отвлекать То Ей Наверное Надо Будет Двух Охранников Но он Меня Не Видит Между Прочем Блять Пошли В другую Сторон Как Так Сено Он Есть Тарик Барлетти Ну Ка Почитаем За Тарик Тарик Барлетти Родился В Христианской Албании Он Был Вторым По Старшинству Мужчины В Семье У Него Было Три Брата И Три Сестры Но Благодаря Благодаря Действующей В Османской Империи Системы Дев Шир Мэ Которая Требовала Отдавать Христианских Мальчиков На службу Империи Все эти Подробности О его Ранних Годах Совершенно Не Имеют Че Блять Все эти Подробности О его Ранних Годах Совершенно Не Имеют Че Блять Не Имеют Погоди Которая Требовала Отдавать Христианских Мальчиков На службу Империи Все эти Подробности О его Ранних Годах Совершенно Не Имеют Наверное Доказательств Или Че Тип Такое Вернее Не Написали Слово Согласно Дев Ширме Подданные Империи Были В первую Очередь Османами Как бы Печально Это Не Звучало Система Помогала Множеству Людей В отличие От Рабства Во всем Остальном Мире Дев Ширме Действительно Давало Детям Возможность Очень Многого Добиться И стать К примеру Визирем Или Как Это Произошло В случае Тарика Тарика Да Похуй Тарика Янычаром Воином Элитной Гвардии Османского Султана Тарик Никогда Не скрывал Своей Неприязни К принцу Ахмету И Открыто Поддерживал Его брата Принца Селима Фактически Весь Янычарский Корпус Был на стороне Селима Верные Воинские Верные Воинские Присяги Янычары Служили Султану Боизиду Но втайне Ждали Того момента Когда его Сменят На престоле Селим Направление Которого Янычары Возлагали Большие надежды А поскольку Янычары Были влиятельной Политической силой Тарик Мог открыто Говорить об этом Не опасаясь Репрессий Смелый человек Определенно Впечатляет Но лучше Держаться подальше От страха Зачем? Открыть Мехмед Некуда Року от баллада Мы обещали Помочь ему Из всех достижений Мехмеда Этот базар Мне кажется Самый Выдающийся Если у тебя Здесь нет Никакого дела Проваливай С дороги А ведь Чуть не запалили А ведь Чуть не запалили Не мусорить Не мусорить Блять Петухи Ебаные Если у тебя Здесь нет Никакого дела Проваливай Кому он говорит Он сам с тобой Разговаривает Проваливай Дайте я хоть Сюда Прикройте Меня Немножко Какую новость Секунду Меня тут Не видно За столбиком Будет интересно Надо поближе Надо поближе Добежать Быстренько Оп Вон там еще Куда вы Блять Дамочки А вот Смотри Как группа идет Саламу алейкам Саламу алейкам Блять А че они Не прячутся Эй Мужики Это важная встреча У меня не должно Быть никого На хвосте Проследите за Тариком Тариком Сундук Блять Че Разобрать бомбу При взятии бомбы Приманку Ну давай Разберем Бомба Приманка Хуй знает Что блять За бомба Приманка Какого хуя Эх блять Тут крыша Ёптывай Да вы Дети нахуй Тут крыша Ебит твой Налево Ой Вы обнаружены Твою же мать Ай Ай Я затупил Я хотел по крыше Пройти А там Блин Потолок Залезть туда Наверх Имеется ввиду Бобежки Здравствуйте Славные защитники Ага Мы отсюда начинаем Замечательно Я что-то не пойму Откуда мы начинаем Стоять Тихо 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 А я в запретной зоне Ёптывай А как меня сюда занесло 125 секунд Вон я его вижу Секунду Блять Надо было цыганок то нанять Твою мать Что Сколько блять 150 нахуй Я сейчас заметил Между прочим Цыганочки Давайте Пойдемте Где-то А че У меня только две осталось А где остальные Хапнули Сука Вот цыганская натура Хапнули деньги И свалили А у меня только две осталось Там было штук пять Группу распущены Ооо Ах ты сука Сейчас денег возьмем Сейчас денег Твою мать Твою мать Суки Уйдите нахуй Где у меня этот цель то Да у вас тут Что то многовато Дядя Блять Пошли нахуй У меня тут Да подцепись ты от него Три секунды Блять Ну меня пизданут сейчас Да почему цель то потеряна Это все цыганки виноваты Я вот на них Понадеялся И все нахуй Цель пропала 150 тысяч рублей Заплатил местных Где это я Вот я Все идем потихоньку Не бежим Вон там толпа Что то я не пойму Я откуда начал то блять Надеюсь что прежняя власть Никогда не вернется Так 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 О блять Что О том что тут было При византейцах Не понял А как ты мне так захуерил Дядя Так что Ты же делаешь Тецу Куда он там убежал Тварь такая Ой А я не могу его Увидеть Все увидев А этот хуила сбежал Тварь Вон он Он меня видит что ли Да хорош ты чёсь Мне вот этого Козлину Замочить Что Ту блять Я бомбу выкинул Отлично А он за ним погнался Между прочим А у меня же бомбы выбраны А не ножи Что такое Кто 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 палит Секунду Дымовая завес Осколочная бомба Бросить деньги Отравленные дротики Дымовая бомба Обманка Я чё-то не пойму Блять Где эта бомба На хуй у меня лежит Бляха Хер знает Или ещё надо сделать Отвлекающую бомбу Которую У меня чуть не пропалил Между прочим Старик Старик Блять Чуть не пропалил А этот чё там Так меня и палит Между прочим Так 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 Он идёт Он уходит Куда-то надо спрятаться Наверное вот сюда Спрячемся За за стенку Он тут нас точно не увидит А может залезем наверх Точно Блять Давай-ка наверх Залезем Не надо Выёбываться Там сено есть Игульки Блять Отлично Да и вы Я вернусь завтра И если вы к тому времени Не вышвырнете Вон весь этот Иноземный хлам Я лично конфискую его И утоплю в Босфоре С дороги С дороги Блин Нанять группу Там можно было Конечно Ну нахер она нужна нам Так Отлично Где он Вон он А нам куда надо Нам надо Сейчас мы вот Спрыгнем на здание Отпуститься На шифт По-моему Да Отпуститься На шифт Что такое 20 секунд Да че тебе Блять надо От меня Хуило Стоптанный Где он Вон сено 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 Там есть Ах ты Мразь Ах ты Тварь Так Вот это Животное Стой 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 Блин Нам надо Обойти Все это По Барику Надо было Не отцепляться Я же не знал Что он пойдет Сюда По крышам По крышам Его выслеживать Гораздо Удобнее У меня кстати Аптечки Есть? Есть Должно быть 10 штук Где вот он Сука такая Старик Блять Покажись Старик Показался Фонари у них Кстати Я что-то Обратил Сейчас внимание Смотрите Есть уличные Что нового Мануил Согласился Навстречу Тарик Он ждет У ворот Арсенала Не хочет Упускать Выгоду Идем 750 Рубликов Сто процентов Синхронизация Я не знаю Как Каким образом Я отвлек Двух стражников При помощи бомб А нет Ни хера Не отвлек При помощи Бомб Подожди Где-то тут Я вижу Сундучок А где Он Ага Вижу Сундучишку Надо собрать Стой 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 Отпусти Пожалуйста Вот молодец 175 Корпус Запалом Нам надо По возможности Сходить к этому Самому К перерейсу Где задание Ближайшее Ближайшее Вон Не очень далеко На самом деле А кстати Тут перерейс Тоже же близко Перерейс А это что у нас Такое здесь Секундочку Да ебать Тоже книги Книги Да Хрен узнать Может до книг Добежать Или уж погнали На задание Начало фрага Ну давайте Сходим сюда Тут недалеко Да там на самом деле Что-то до книг Недалеко Что до этого Что не до книг Ха-ха-ха Опа Зацепился Есть Может какой-нибудь Сокровище Еще Сколько метров 150 150 Далековато Конечно А вот будки Про которые я говорил Вот одна Из немногих И что-то тут есть О Сундук есть Я же говорю Нашли Найдем какое-нибудь Сокровище Обязательно И мы его нашли Фосфор заполнен К перерейсу Надо сходить Узнать Он же нас там Обучает Всяким Видам Изготовления Бомб А побыстрее Можно Слушай Так он ускоряться Может Смотри Про это Видимо Тоже нам говорили Но естественно Не запомнил Сено есть Потрясающе Есть сено Задание Где ты здесь Ты Деньги можешь пересчитать сейчас Тарик Но они останутся у меня Пока я своими глазами Не увижу весь груз Как скажешь Ты осторожен Мануил А то Доверяй Но проверяй Все в порядке Тарик До монетки Что дальше Теперь я пущу тебя В арсенал Когда ты Закончишь осмотр Я велю Доставить груз В удобное Для тебя место Путь может Оказаться долгим Это ничего Поли кола В течении недели Я составлю Для тебя карту Мы здесь По одной причине Один из моих людей Видел Как в арсенал Пронесли груз Оружие Мне стало интересно Оружие Было бы интересно Посмотреть Ты не попадешь Туда Разве что Если перебьешь Янычаров Тебя предупредили Дважды Не торговать Устиной арсенала Убрать это Лицемеры Если бы ваши Не покупали у меня Я бы и не продавал Вы еще хуже Византийцев Предатели Поговори у меня тут Даже в мирное время Беднякам Постоянно достается Но если поднять их На борьбу Это может сыграть Нам на руку Ворота арсенала Тарик послал В арсенал Человека По имени Мануил Организуйте Беспорядки Чтобы отвлечь Стражу И проникнуть Внутрь Полная синхра 40 или более Бунтовщиков Должны Выжить Подкупать Иглашать Тэф Возле арсенала Количество Бунтовщиков Некрасиво Не спорю Но эффективно Ну давайте Собирать Бунтовщиков Тоже в следующей серии С вами был Малдор Всем спасибо За просмотр До новых встреч И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok